22 сентября объявлен как Всемирный день отказа от личного автотранспорта. Водители не спешат расставаться со своими железными конями даже на сутки. Поскольку 42 и 30 километры Можайского шоссе считаются аварийно опасными участками, сотрудники 10 батальона ДПС Северный организовали на этих отрезках дороги рейд под названием «Юный пешеход». Здесь водители редко пропускают пешеходов, а пешеходы, в свою очередь, переходя проезжую часть, не глядя переходят пешеходный переход, хотя должны быть внимательны. Взаимные претензии участников движения известны каждому, кто хоть раз столкнулся с произволом на дорогах и несоблюдением правил дорожного движения. Водители рассматривают пешеходов как помеху движению. Цель подобных рейдов – повышение безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы переходят проезжую часть в неустановленном месте, поэтому и получается происшествие с тяжелыми последствиями. С начала года на территории обслуживания 10 батальона было зафиксировано 37 случаев наездов на пешеходов. Несмотря на большой поток машин на 42-м километре и водители, пешеходы были благосклонны друг к другу. Одни вежливо останавливались перед зеброй, другие переходили в положенном месте. Что нельзя сказать о ситуации на 30-м километре Можайского шоссе. Пешеходы нарушали правила дорожного движения с уверенностью, хотя перед ними всегда было две альтернативы. Пройти по надземному переходу или же потратить лишних пару минут и дойти до регулируемого светофора. Самые смелые перебегали дорогу в неположенном месте, и это несмотря на большой поток машин в обе стороны. В таких ситуациях виноват пешеход. Административное наказание за такое нарушение составляет 500 рублей. В большинстве случаев по статье 12.18, части 1, непредоставление преимущества пешеходам, у нас нарушают, как правило, люди, которые двигаются здесь транзитом, в гостях находятся. Вот они, как правило, больше всего нарушают. Местные люди, которые проживают здесь, в Одинцовском районе, да и в Москве, они как бы стараются пропускать. В ходе рейда было выявлено 10 правонарушений, в двух из которых виноваты водители. В остальных случаях пешеходы, хотя каждый должен помнить, правила дорожного движения необходимо соблюдать, и тогда аварийных ситуаций на дорогах будет меньше. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.